Ну что, обкатка процесса по закручиванию гаек в инете потихонечку продолжается. Если кто-то думает, что вот этот вот конфликт не магии пивной банк, чисто коммерческий, ребята, спешу вас расстроить, нет там никакой коммерции. Всё намного проще и прозаичнее, просто, ну, не нравится нашим, безусловно, демократически настроенным начальникам, что остались ещё какие-то общественные трибуны, которые ими, ну, никак не контролируются, и там находятся какие-то самородки, которые болтают, что хотят. Вот и пробуют разные варианты, специально обученные господа, как загнать всю эту неконтролируемую толпу в стойло. Ну, обо всём по порядку, это реальная журналистика, поехали. Первым подопытным мы помним, да, стал канал Бытили, на который кремлеботы накидали жалоб, в итоге канал наполучал страйков и был забанен, но его всё-таки разбанили, потому что пока, повторюсь, идёт обкатка всевозможных вариантов влияния, главное, что там, где нам нужно, посмотрели, это работает, но они ведь не дураки и понимают, что нагибать таким образом все без исключения информационные каналы, коих в Рунете тысячи, просто нельзя. Элементарно, если злоупотреблять этим делом, америкосы рано или поздно могут заподозрить неладное, поэтому там начали прикидывать другие возможные разновидности давления, именно поэтому блогеры из Немаги оказались вчера в Москве и давали дяденькам полиционерам показания в рамках уголовного дела, которое появилось абсолютно на ровном месте неделю назад, мы помним, да? Сотрудники управления КАП, подразделения МВД, которые борются с преступлениями в информационной сфере, пришли с обысками к Алексею Псковитину, одному из двух ведущих популярного YouTube-канала Немагия. Рассказал об этом напарник Псковитина Михаил Печерский. По его словам, в кемеровскую квартиру блогеры буквально вломились, оперативники преподнесено все в самых мрачных тонах, мол, дверь вырубили топором, забрали компьютер и жесткий диск, в качестве подтверждения ссылка на запись прямого эфира в перископ. Правда, тут есть нюансы, ведь навестили Алексея Псковитина не просто так, а, по словам адвоката, по делу о клевете. Повод хорошо известен. Ролик Немагии, посвященный предпринимателю Олегу Тинькову, в котором основателя Тиньков Банк обвиняют в хамстве, лжи, и плохом отношении к сотрудникам, но, в общем, в выражениях не стесняются. Вообще, схема, по которой пытаются нахлобучить ребят из Немагии, не нова. По ней давно уже и успешно отжимают бизнес у предпринимателей средней руки в нашей стране. В данном же случае есть одно но, вот и пытаются его проверить. А дело в том, ну кто такой предприниматель-то мелкий по Иванову? Ну что он может? Максимум, что он может сделать, когда его загнали в угол, все отобрали, и объявить голодовку, которую все равно никто не заметит. А здесь все-таки люди публичные, могут и волну поднять. Именно поэтому им там важно понять, насколько высоко такая волна может подняться. Отчасти по этой причине, ну это мое мнение, мы наблюдаем, например, ситуацию, когда внимание к истории с Немагией проявляет не только интернет-сообщество, но и пропагандисты. С чего это вдруг не задумывались? Почти 4 часа длился допрос Алексея Псковитина. Все это время фанаты Немагии ждали, когда блогер выйдет из полицейского участка. Однако комментариев от своего кумира так и не дождались. По словам его адвоката, разглашать какие-либо сведения на данный момент блогеру запрещено. Были даны показания в качестве свидетеля. По этому поводу, собственно, был вызван господин Псковитин. Также им была дана подписка о неразглашении данных приводительного расследования. Хотя вот так вот, если разобраться, кто такой Тинькофф? Мелкий мошенник из 90-х. Остап Бендер, этакий современного разлива, которому просто разрешают заниматься тем, чем он занимается. А ось когда-нибудь пригодится. Вот и пригодился. Достали из пыльного сундука и пошел он защищать в суде свои честь и достоинства. Шову на всю страну. По центральным каналам это давай показывать. Да чё смеяться. Если сравнить уровень роликов, которые они делали по велению души, пусть они все очень провинциальные, но смешные. Здесь видно, что это такая натужная отработка. Потому что им Олег Тинькофф не соперник. Закрадывается ощущение, что к ребятам просто занесли денег. Вы ответьте сами себе на этот вопрос. Кому надо было заказывать, как только что нам сказал господин Кононенко, разоблачение на этот банк Тинькофф, да ещё платить за это? Для нормальных банков он никакой не конкурент и даже рядом не валялся. Ну это знаете, как вот... Если бы вдруг владелец сети Аша начал рассматривать как конкурента магазину Ашота и бросился заказывать на этого Ашота разоблачительные статьи и сюжеты журно-шлюшкам, ну смешно. Единственный конкурент Тинькоффа это Мавроди, ну тому светиться вообще не с руки, к тому же он жадный. Я помню, он как-то мне книжку свою подарил и подписал, так потом 300 рублей с меня за эту подпись клянчил. Удручает другое, что а, people have it, но это нормально. И б, что к этому делу подключились сами представители интернет-сообщества, на которое готовят накат. Кто-то, вероятно, за денежку, кто-то в попытке хапнуть немножечко дешевой популярности. Только что, да, я вам одного показал, впрочем, с этим все понятно. Мы знаем, кто он, откуда, чем занимается, да и аргументы этот человек приводит какие-то ватные. А им заплатили. У этих всегда, когда им сказать нечего, тебе заплатили. Такой беспроигрышный фуфел, а лухи повет. Ну вот, пожалуйста, вам другой гражданин-блогер, любимец всех продвинутых московских девчуль-варламов. Сейчас все гонятся за трафиком, гонятся за рекламой. Потому что что такое трафик? Трафик – это реклама, это возможность заработать больше денег. Поэтому, когда стоит вопрос поторопиться, собрать побольше аудиторию, нагнать как-то людей и повысить свою цитируемость, или подождать, проверить информацию и сделать как-то более что-то обстоятельное, все выбирают первое. Вот вопрос хочется задать. Ты-то куда полез? Че, серьезный эксперт, что ли, в области права и коррупции? Или куда бежать звезда большая? Но канал «Россия-24» спрашивает у этого человека совета, да-да-да, я знаю, что господин Варламов затем записал целое кино аж на 17 минут, в котором он рассказывает всем, «Намах, меня обманули, подставили». Я вообще говорил не об этом, а геттеры наклеили все так, каким надо. Но я видел то кино, и оно меня не убедило. Вот вам выдержки из него. У меня есть принцип, жизненный принцип. Это очень осторожно общаться с журналистами федеральных каналов. Я знаю, как работает наша пропаганда, и несколько раз я очень больно обжигался, давая комментарии в СМИ, особенно на политические темы. Когда из твоих комментариев делали нарезку, когда брали какие-то фрагменты, когда выворачивали наизнанку, и из длинного разговора брали маленький кусочек, который только им нужен, и я в какой-то момент у меня взял за правило, что когда ты даешь комментарий журналистам, которым у тебя нет доверия, а у меня нет доверия федеральным каналам, России, НТВ, РЕН-ТВ и всем остальным, которые занимаются мерзотнейшей пропагандой 24 часа в сутки, то всегда снимай параллельно на свой телефон, записывай на свой диктофон, чтобы в случае чего можно было им хуйню закинуть за шиворот, если они начинают какую-то пургу на тебя гнать. Обратите внимание, человек рассказывает, что с подобным уже сталкивался, после чего стал относиться к общению с пропагандистами с особой осторожностью. Более того, начал записывать любые разговоры с журналистами федеральных СМИ на диктофон, чтобы в случае чего было чем крыть. Конечно, я расслабился. Я расслабился, потому что я много раз в России 24 давал комментарии, они никогда меня не подставляли, я перестал, изменил своему правилу и не стал это записывать, иначе я бы сейчас вам выложил весь этот разговор. Это будет мне уроком. Нет, я лично ничего не имею против того, что люди пытаются подзаработать или засветиться где-то. В конце концов, публичный человек живет тем, что торгует своим лицом, но не тот случай, ребят. Если кто-то думает, что его это не коснется, коснется. Еще как. Сперва начнут уничтожать крупные каналы, потом поменьше. Как сказал выше, варианты, как это сделать, сейчас прорабатываются, затем и до вас доберутся. Им не нужен Ютуб информационный, им нужен Ютуб про котиков. Что думаете, Шарей топит в данной ситуации за немагию? Казалось бы, ему оно надо, нет? Да просто он прекрасно понимает, что если вдруг зачистят эту площадку, российский Ютуб, то и он нафиг никому не нужен будет. Перестанут его спонсировать. Поэтому, ребят, тут объединяться надо, а не пытаться успеть хапнуть. Повторюсь, не та ситуация. В свое время Леша с Мишей посмеялись над тем же Камиком, мол, паранойя у человека и... Перед тем, как попрощаться, хочу обратиться к представителям Олега Тинькова. Если вдруг у вас возникнет желание подать в суд и на меня, ну, за то, что я там выше назвал пивного банкира мелким мошенником из 90-х, господа, не спешите. Это не мои слова и даже не мое оценочное суждение. Я просто как журналист процитировал первоисточник, а вот и он. Я-то тебя помню, когда ты еще к Клэриану спекулировал. Был барыга-барыгой. Из Питера в Москву приезжал. Пытался стрелу забить. Вот там в тени я сидел. И ты на стрелу тогда не приехал, а отвалил. Менять подгузники. Тиньков, я тебя в 90-х гонял. И сейчас, если надо будет, гонять буду. Как-то так, ребят. Это была реальная журналистика. Спасибо, что вы слушали. Надеюсь, что примете к сведению. Все, пока. Пока.